Ракетные обстрелы, проникновение беспилотников – то, с чем регулярно приходится бороться армией обороны на границе с Ливаном с 8 октября 2023 года. Ежедневные сводки ЦААЛя с северных рубежей выглядят примерно одинаково. Недавно система противовоздушной обороны перехватила подозрительную воздушную цель у побережья в районе населенного пункта Роши-Некра. В соответствии с протоколом сирены активированы не были. Во вторник были зафиксированы запуски из Ливана в районе населенного пункта Штула на севере Израиля. Артиллерия ЦААЛь нанесла удары по источникам огня. Ночью истребители ВВС нанесли удары по военным сооружениям, в которых действовали террористы Хизбаллы в районе Эн-Накуры, а также по террористической инфраструктуре в районах Рамия и Ат-Тири на юге Ливана. А на днях несколько израильских СМИ сообщили о том, что группировка шейха Насралы разослала сообщения мэрам и главам местных советов на севере с угрозами. Согласно сообщениям, полученным через мессенджер WhatsApp, представители группировки предупредили о возможных атаках на дома, где проживают израильские военные. Требование Хизбаллы – на севере ничего не изменится, если агрессия против газа не прекратится. Хизбалла нас не пугает. Мяч не на их стороне, а у израильского правительства. Мы уже несколько раз говорили, что у нас есть терпение, но правительство не будет интерпретировать наше терпение как согласие на ситуацию, когда экономика терпит крах и север теряет своих жителей. Я ожидаю от правительства восстановления безопасности и принятия мер, которые приведут к повышению качества жизни для всех. С начала войны Хамаса против Израиля Хизбалла нанесла более трех тысяч ракетных ударов по северу страны. Зафиксировано более 900 разрушений. Из приграничных районов были эвакуированы около 120 тысяч израильтян. С обстановкой в северном военном округе лично ознакомился премьер страны. Бениамин Нетаньягу встретился с бойцами бригады Галани и рассказал о том, что у Израиля есть подробные, важные и даже неожиданные планы против Ливана. Впрочем, никаких деталей глава Кабмина на камеру не озвучил. «Я здесь с бойцами Галани, славного подразделения, которое сражалось в Газе, в Иудее и Самарии, а теперь здесь, на северной границе. Они потеряли товарищей, но не боевой дух. Их достижения замечательны. Мы прибыли сюда на север через день после того, как правительство утвердило программу с бюджетом в 3,5 миллиарда шекелей для оказания немедленной помощи жителям севера на восстановление населенных пунктов. А через 45 дней будут выделены дополнительно 3 миллиарда. И это еще не все, потому что мы обязаны и на гражданском, и на военном уровне вернуть жителей в их дома. Это обязательство является одной из целей войны. Мы от него не отказываемся. Я нахожусь здесь вместе с вами. Я слышу вас. Вижу вашу решимость. Вижу огонь в ваших глазах. И я сказал бы гражданам Израиля – это железная стена государства Израиль. Вместе с этими замечательными бойцами и их товарищами мы достигнем и этой цели. Ливан ждет жаркое лето, обещал и глава Минобороны Израиля. Юав Галлан также допустил, что израильские войска могут вторгнуться на ливанские территории. Не исключают такого сценария и в Бейруте. По данным ливанских служб безопасности, существует вероятность, что конфликт может разгореться уже в июне этого года. Инсайдеры сообщают. Израильское командование заготовило два варианта операции против шиитских террористов. Сухопутное вторжение и воздушное нападение с применением дронов и авиации. Однако, по мнению военных экспертов, наземная компания – это план Б. Боевики Хизбалы находятся у себя дома. Хорошо укреплены. Посему не исключено, что армия Израиля там завязнет, понеся ощутимые потери. Не придают оптимизма и цифры, озвученные на конференции Центра Альмы, изучающие проблемы безопасности Израиля на северной границе. По их данным, у ливанских радикалов не сотни, а уже тысячи высокоточных иранских ракет, модернизированных в Сирии. Есть и подземные шахты для запуска реактивных снарядов типа Фатах-110. Основная проблема – это проект высокоточного оружия Хизбалы. У них есть ракеты, Фатах-110, дальность действия которых составляет 330 километров, а радиус поражения – до 10 метров. Такая ракета может поразить автомобиль в Тель-Авиве, даже если будет запущена из Ливана. Даже если Хизбала вскоре заключит перемирие, самое позднее – к концу 2026 года – с нею разразится война. Но пока армия обороны активно реализовывает план А – авианалеты и ракетные пуски. Хотя понятно, что с оперативно-тактической точки зрения этого недостаточно, и все равно придется непосредственно защищать территорию при создании буферной зоны. Таким образом, ограниченная наземная операция дойдет примерно до поймы реки Литании – долина БКА. Но даже она может обойтись Израилю дорого. Так что упор делается на целенаправленные атаки высокоточным оружием. Аналитики также уверены, что Израиль задействует свои ВМС с самой крупной базы в Хайфе, где размещены флотилии ракетных катеров и субмарин. Администрация Байдена все еще пытается отговорить ливанцев от эскалации ситуации, предлагая различные варианты дипломатического урегулирования, вплоть до демаркации сухопутных границ. США опасаются, что лето 2024-го может стать жарким не только на южных границах Израиля. Нина Шамугия. Девятый канал.